Сахалин – мор нефтемонтаж. Старейшее предприятие города. Его силами в Ахе, в Ногликах и во всем северном регионе острова за 75 лет возведены тысячи объектов. Жилищного, промышленного, дорожного, коммунального строительства, жилые пятиэтажки, детские сады, школы, производственные мощности, нефтяных и газовых промыслов. Существование успешного многие десятилетия предприятия с несколькими сотнями рабочих мест в 2014 году было поставлено под угрозу. По совокупности сразу нескольких факторов. Экономический кризис 2008 года – значительное сокращение объемов работ, а в большей степени низкие индексы перехода в текущие цены. То есть цена строительных работ на предприятии в 2011 году определялась ценой 2008 года. Результат – убыточная деятельность и острый дефицит оборудованных средств. К 1 января 2014-го убытки общества достигли 605 миллионов рублей. 1 миллиард 290 миллионов составила кредиторская задолженность. К этому моменту предприятие утратило возможность осуществлять производственную деятельность. В свете всех этих событий первичная профсоюзная организация в апреле 2014 года организовала пикет здания. Были одновременно написаны письма в администрацию Сахалинской области, Ахинского района, в компанию «Роснефть» и в администрацию президента. Может быть, благодаря этому натрез наконец-то обратили внимание на наши проблемы. Из компании «Роснефть» была направлена комиссия для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности общества в период с 2011 по 2014 год. По результатам которой было принято решение предприятие реанимировать, была разработана программа нормализации финансово-хозяйственной деятельности, так называемый план санации. Хотелось бы отметить, конечно, профессионализм специалистов, которые принимали во всем этом участие в разработке и в реализации мероприятий. Нашего общества, юридическая служба, финансовый отдел, смертный отдел, производственно-технический. Чтобы реализовать намеченные мероприятия, по оздоровлению пришлось обратиться в арбитражный суд Сахалинской области с иском о признании предприятия несостоятельным. Эта мера позволила разблокировать арестованные счета и начать производственную деятельность. Процедура наблюдения в отношении общества проводилась до начала 2015-го. Далее было введено внешнее управление. Оно продлится до июля текущего года. В данной процедуре реализовывались те мероприятия, которые были еще на старте, скажем так, разработаны. Часть реализовалась благополучно, часть еще какая-то стоит в планах реализации. Но по итогам 2015-го года уже прослеживается положительная динамика. Но вот некоторые цифры можно озвучить. Получается, объем выручки в 2015-м году составил 2 миллиарда 92 миллиона. По отношению к 2014-м это на 90% выше. Также возросла производительность труда на 74%. В плане мероприятий также стояло такое очень важное, и в котором оказалось содействие общество Роснефть Сахалинбурнефтегаз. Это заключение договоров с нефтяной компанией Роснефть на строительство объектов на безальтернативной основе. То есть они как бы обеспечили нас объемами. Сейчас в плане стоит такая же, но что будет в будущем, мы не знаем. Гарантировать, что наши планы 100% будут осуществлены, это тоже нецелесообразно. Коллектив общества, конечно, сделает все от нас зависящее, потому что мы хотим, чтобы общество существовало, развивалось. Среди множества мероприятий по оздоровлению и реорганизации, перевооружение одного из важнейших подразделений предприятия – цеха по производству железобетонных изделий. Модернизировать его собираются для расширения ассортимента выпускаемой продукции. И сегодня его мощности огромны. Здесь разнообразные установки по выпуску конструкций для жилищного и промышленного строительства, благоустройства. Бетонные стеновые плиты, сваи, блоки. Есть установка по изготовлению тротуарной плитки. Кстати, именно плиткой производства Ахинского ЖБИ выложена площадь нефтяников. Есть машина для отлива бордюрного камня. Но, к сожалению, мелкие фирмы, которые в последние годы занимаются благоустройством города, местным и более дешевым стройматериалом предпочитают завозные. Эту ситуацию надо менять в корне и на всех уровнях, уверены специалисты общества. Ахинский завод ЖБИ должен работать для Ахи и ахинцев. Хотелось бы, конечно, привлечь и индивидуальных предпринимателей, и общество с ограниченными ответственностью, которые завоевали, скажем так, рынок по благоустройству, что все-таки транспортные затраты вести через весь Сахалин материал, чтобы обращались. Да, если у нас такие планы по, скажем так, реанимации нашего цеха, восстановлению его деятельности, но нам надо знать объем работ планируемый. То есть, если загрузить по максимуму наши мощности, он будет функционировать сам себя, окупать. Завод в свое время, в последние годы был забытый, в принципе, это незаслуженно. Хотя здесь надо дать должное коллективу, они сумели сохранить все, что было, все оборудование, все работоспособное. Где-то что-то, может, законсервировано, не используется, но все это есть. И на сегодняшний день те приезжие ребята, которые здесь занимаются мелкими вот этими подрядами, они по большому счету-то и не знают о нас. Ну и на сегодня пытаемся вести некую, скажем, рекламную кампанию, может быть, и с вашей помощью где-то получится. Но, тем не менее, что касается цены, у нас именно бордюрный камень, он дешевле. А, допустим, он не ущадка, даже реклама? Есть оборудование, оно работоспособное, и сегодня мы его вам покажем. Есть люди, которые на нем работали. Но тут вопрос объемов и, соответственно, формирование цены на это. Потому что те ребята, которые занимаются и везут откуда-то, они, ну, по большому счету, депингуют. У них стоимость, их работа очень низкая, потому что они не обременены вообще никакими обязательствами, даже перед своим коллективом, кроме заработной оплаты. У нас все-таки предприятие большое, есть определенные дополнительные затраты, поэтому со стоимостью тут надо будет разбираться. Хотя у нас есть возможность, наверное, все-таки смотреть, снижать свои издержки и, ну, наверное, работать в рынке. Но для этого нужны объемы. Сейчас на площадях завода идет активная работа по изготовлению специальных матов. Заказ очень большой, сахаленмоннефтегаза для обустройства месторождения Лебединское под бурение скважин. Почему здесь? Потому что объемы очень большие, они, скажем так, у нас нет других помещений производственных, где можно за короткое время разместить вот такой объем производства и быстро сделать продукцию. Поэтому принято решение временно разместить, а здесь, в принципе, уже работы заканчиваются. Здесь изготовлено порядка 500 вот таких щитов матов. Это примерно 500 кубометров древесины, которые мы привезли из Тымовска района, закупили там и привезли сюда. Завод ЖБИ известен каждому коренному ахинцу. С его помощью был построен и сам город. Кипела работа здесь в начале 2000-х, когда развивались сахаленские проекты. Делать можем все то, что делали и раньше. Завод полнопрофильный, то есть здесь практически любые железобетонные изделия, сборный железобетон может изготавливаться. Есть соответствующие технологии, соответствующее оборудование. Оно может быть сегодня не совсем современное, но оно позволяет в полной мере сделать все то, что делали раньше и что здесь на рынке сегодня востребовано. То есть, ну как пример, бордюрные камни, различные плиты, кольца, крышки, колодцев канализационных. В принципе, все то, что и было раньше востребовано. А пока заработать выручку 2015 года в 2 миллиарда рублей обществу Сахалин Морнефтемонтаж дали возможность объекты Сахалин Морнефтегаза. У нас закончены работы по объекту нефтепроводу СНОГИ у КПН ДАГИ. Завершены работы, по первой очереди, парапровода объекта обустройства Катангли и Гликуты. Второй пусковой комплекс. Завершены работы объекта магистральных газопровод ГРС и ХАБИ ГРПАХ. Второй этап строительства ГРС АХ. С опережением графика производится работ на газопроводе ДАГИ Катангли. Своевременно мы произвели замену трубы тепломагистрали, что позволило своевременно начать отопительный сезон. И также без нареканий у нас проводились работы по проектам Сахалин-1. В планах на будущее участие в строительстве новой взлетно-посадочной полосы Ахинского аэропорта. Сахалин Морнефтемонтаж также собирается участвовать и в аукционах, получать муниципальные заказы на строительство объектов в Ахинском и Ногликском районах. Это социальное и жилищное строительство. Специалисты общества твердо уверены, предприятие займет свою нишу на строительном рынке Сахалина, а может быть и не только островного региона. Все проблемы должны уйти в прошлое, в том числе и кадровая над этим работают. В обществе произошел мощный отток квалифицированных работников, как инженерно-технических, так и рабочих специальностей. Сахалин Морнефтемонтаж сейчас испытывает острый дефицит кадров. Строительные профессии в последнее время стали непопулярны, хоть очень востребованы. Предприятие готово брать на работу выпускников профильных учебных заведений даже без опыта работы и растить из них высококлассных специалистов.